Цифровой мир — это современный миф. Большинству людей никогда не узреть бушующие в нем грозы. Но изнанку цифровых технологий знают они — профессионалы информационной безопасности. Им известно все — новые технологии и их слабые места, угрозы и способы защиты, причины и последствия кибератак. Мастерство требует испытаний, опыт добывают в борьбе. Сегодня на Киберарене. Чтобы отточить навыки и определить сильнейших, соратники станут соперниками. Киберарена — это место, где настоящие профессионалы раскрывают себя и становятся сильнее. Смотрите на информационную безопасность по-новому. Да начнется Киберарена! Приветствую вас, наши уважаемые зрители! Вы смотрите онлайн-шоу Киберарена. Меня зовут Дмитрий Казачинский, и я сегодня буду вести интеллектуальное состязание. Победителями из него выйдут лишь сильнейшие, самые знающие и разбирающиеся в тонкостях безопасности цифровых технологий. Настоящие профессионалы. Кто именно будет удостоен награды и кто победит, узнаем в ближайшие плюс-минус 90 минут. Итак, следуйте за мной. Сейчас я расскажу вам о правилах и испытаниях, которые ждут наши команды. Ну и хочется, наверное, попросить всех зрителей возле экранов поаплодировать друг другу. Мы начинаем, друзья. Это знаменательный день. Первое онлайн-шоу. Надо зарядиться. Итак, совсем скоро мы определим победителей. Киберарена — это интеллектуальное состязание, в котором участвуют несколько команд во главе с капитанами. Состязание разделено на три раунда. В каждом из них участников ждут новые непростые задания, в которых можно будет показать свои знания, опыт и умение видеть суть происходящего в информационной безопасности. Победит же та из команд, которая наберет максимальную сумму баллов за все три раунда наших испытаний. Вырваться вперед можно не только за счет выполнения заданий, но и заслужив дополнительную награду от жюри и от вас, наших любимых зрителей, нашей аудитории. Вы будете голосовать, поэтому смотрите внимательно, определяйтесь теми, кто вам нравится больше всего и отдавайте им свою любовь в виде своих голосов. Возможно, именно это принесет им победу. Не знаю, видите вы или нет, но за рамками эфира некоторый участник капитан уже посылает вам сердечки, думая, что это поможет. Поможет или нет, узнаем совсем скоро. Итак, мы готовы представить вашему вниманию команды, которые скоро прославят себя интеллектуальными подвигами на песке Киберарен. Я прошу прямо сейчас включить ограждение, дабы обозначить нашу Киберарену. Итак, наше виртуальное ограждение. Просим его включить. Давайте мощным поаплодируем. Оно заработает. Вот оно, вот оно. Посмотрите, мы оказались внутри этой арены, как в настоящих, знаете, боевиках из 90-х. Если ты пройдешь через это, сработает сигнализация и сюда вломится отряд спецназа. Да не дай бог, надеюсь, этого не будет. Итак, я представлю прямо сейчас капитанов четырех команд, которые сегодня поборются за первенство. Итак, в первую очередь, обращаясь к капитану команды «Сделано в России» Ольги Поповой. Ольга, привет. Да, добро пожаловать на Киберарену. А что мы знаем о команде «Сделано в России»? Итак, в команде Ольги Валерий Комаров и Павел Луцик, как утверждает капитан команды, всех их объединило участие в конкурсе «Лидеры России». И сегодня команде предстоит показать свои знания, навыки в менеджменте и методологии информационной безопасности, которыми они гордятся. Ольга, ну что, расскажите пару слов о том, как ваша команда готовилась к этому испытанию. Вообще, готовились ли вы или просто решили взять вот на храпом? Мы готовились. Мы готовились ночами, мы готовились днями. Я летела в командировку, изучала, конечно же, все. Мы нацелены на победу. Мы сделаны в России, поэтому сейчас импортозамещение, и мы должны быть лучше. Откуда вы летели в командировку? Тебе правду рассказать? Это была Красноярск, это была Самара и Уфа за последние полторы недели. Я просто хотел понять, насколько Ольга не выспалась, насколько это поможет. А тебе похоже, что не выспался? Да, Оль, сумел сделать комплимент единственному капитану девушке. Хорошо, давайте сейчас я представлю тех, кто по виду не выспался еще больше и будет соревноваться с Ольгой. Итак, капитан Антон Шипулин во главе команды РУСКАДОСЭК. Аплодисменты Антону. Итак, команду Антон пригласил Алексея Гуревича и Олега Шакирова. Сильная сторона команды, со слов ее участников, заключается в большом опыте в области практической кибербезопасности. Участники команды ведут информационные ресурсы в области ИБ, а значит, всегда в курсе всех событий. И скоро мы проверим, как нахождение в актуальной ИБ-повестке поможет командам справиться с задачами кибер-арены. Ну что, Антон, у меня вопрос к вам. Вот вы пригласили в команду двух человек. А если бы была возможность пригласить еще одного, кто бы это стал? Кто бы им стал? Кто бы это был? Ну, сложный вопрос. Так сразу же... Можно любого персонажа мифического, реально существующего, бога ИБ, например. Вы имеете в виду Алексея Лукасова? Да, но, к сожалению, Алексей сегодня, или к счастью, в жюри, и мы их представим чуть позже. Интригу такую вскрыли. Ну, итак, кого бы? Ну, я могу только описать этого человека. Это должен быть интеллектуальный специалист с широким кругозором, с опытом, с интересом, с энтузиазмом к теме информационной безопасности. Все сходится на Алексея Лукасова. Я восхожу. Как видите, да. Спасибо. Итак, третья команда по объявлению капитан Евгений Питолин. Аплодисменты Евгению и его команде. Вау. Итак, Евгений уверен, что любой человек от секретаря до федерального министра может быть союзником в нелегком деле ИБ-команды. А его союзниками в борьбе за звание чемпиона киберарены сегодня станут Лев Полей, специалист по безопасности КИИ, а также Александр Луганский, еще один активный деятель общества безопасников. В команде нам известно, что сильнее всего они разбираются в вопросах кибербезопасности КИИ, защиты данных и повышения осведомленности. Ну что, вопрос к вам. Так все, кто все-таки лучший союзник? Министр или секретарь? Лучший союзник это секретарь-министр. Секретарь-министр, потому что он знает все про расписание министра и знает, где хранятся шоколадки, которые ему заносят. Отлично. Ну что, и завершает наше представление команда с интригующим названием. Здесь шутки оставим в стороны. Скажи, раз до этого ты шутил. Команда КГБ. Эта аббревиатура расшифровывается оригинально. Кутумин, Глемботская, Батронков. Последним в этом списке себя скромно поставил капитан команды Денис Батронков. Ведь лучше поставить себя последним, чем изменить аббревиатуру на БКГ. Потому что здесь ничего устрашающего нет. Итак, мы рады приветствовать вас на киберарене Денис. Денис уже 25 лет защищает различные организации от компьютерных атак. И все время хочет сделать этот мир лучше и безопаснее. Сегодня с капитаном потрясающий состав, в который вошли Мария Глемботская, душа команды, и Евгений Кутумин, знаток настройки систем безопасности и энтузиаст Питон. Ух, ну что, Денис. Сильная сторона вашей команды, как у меня написано, это умение подбирать решения для защиты под каждый конкретный случай. Так вы утверждаете. А как, на ваш взгляд, это вам поможет сегодня или это пустой в нашей игре навык? Ну, именно для этого вы и собрались. Чтобы понять. Да, мы сейчас разберемся и накажем, кого попало. Окей, ну что, давайте поаплодируем капитана друг к другу. Посмотрите на этих капитанов, запомните их. Сегодня они поведут свои команды вперед. Пока капитаны находятся на песке киберарена, здесь у нас действительно песок, с них не сводят глаз их члены команд. И вместе с ними находится прекрасная ведущая Екатерина Старосина. И сейчас мы передадим слово Кате, которая погрузит нас в атмосферу, которая царит за границами нашего ринга. Катя, тебе привет! Приветствую вас, уважаемые зрители. По обе стороны от меня находятся игроки команд. Они заряжены на победу. От напряжения воздух накален до предела. И во время киберарены я буду вместе со зрителями измерять градус накала и эмоций. Будем опрашивать игроков об их впечатлениях, об их ощущениях. И, судя по лицам участников, вокруг меня, да, уже ясно, они настроены на серьезное соперничество. Мы обязательно покажем до мельчайших деталей, как будут развиваться события на сцене и за ее границами. Дмитрий, я передаю слово тебе. Спасибо большое. Мы будем сегодня возвращаться за кулисы нашего проекта, за пределы арены, чтобы смотреть, как там развивается ситуация, с какими эмоциями участники нашего суперсостязания проводят сегодняшнюю игру. Ну и, разумеется, сейчас нам осталось определиться с жеребьевкой. Кто же начнет, в каком порядке будут выступать команды. Есть желающие быть первыми? К сожалению, мы это не учитываем. Поэтому у меня есть небольшое задание. Смотрите, вопрос такой, сколько карточек с заданиями? У меня вот здесь много карточек, еще передо мной лежит их достаточно много. В общем, сколько карточек с заданиями мы приготовили? Число от 1 до 1000. 128. Кто назовет число ближе к истине, тот будет первым. Дальше, вторым и так далее. Итак, Антон назвал 128. Ольга? 500. 500, Ольга. Вы знаете, сколько сейчас стоит бумага, Оль? Мы не можем себе позволить 500, хотя мы можем. У нас такие партнеры. Итак, Евгений. Евгений, посмотрите вот на стопку карточек. И поймите, что вы ошиблись конкретно. И, пожалуйста, команда КГБ 50. 50, правильно? Верный ответ 79. А ведь я мог назвать любое число и подыграть кому угодно из вас. Все мы знаем, что в конце передачи мы будем пересчитывать эти карточки. Что у нас получается? Что ближе всего Денис, команда КГБ. КГБ начинают. Итак. И выигрывает. Да, да. Далее я сгибаю со счета, но, скорее всего, это будет Антон Русска Досек. Вы будете вторыми. Соответственно, Евгений, вы третьи. И Ольга, как мы называем, Ольга, полтысячи карточек. Вы четвертые. Надеюсь, что в испытаниях вы будете отвечать чуть более точно. Ну что, еще раз аплодисменты. Я люблю, когда аплодируют, друзья. Это как-то заряжает нас. Да, и есть возможность перелизнуть очередную из 79 карточек. Ну а сейчас пришло время познакомиться с теми, кто будет вершить ваши судьбы. Кто это? Мне бы хотелось, чтобы это был я, конечно же. Но, к сожалению, для меня и к радости для вас, это наши судьи. Они компетентны, они профессионалы. Они точно разбираются в теме лучше всех на этой киберарене. Итак. Алексей Лукацкий. Эксперт и автор публикации по информационной безопасности. Специалист с широким кругозором, мнению которого невозможно не прислушиваться. Алексей Лукацкий. Рустем Харидинов. Президент профессиональной ассоциации в области защиты корпоративной информации. И опытный руководитель бизнеса в области кибербезопасности. И председатель жюри Валентин Макаров, общественный деятель, публичная персона и один из руководителей российского IT-сообщества. Итак, хочется вспомнить слова Гераклита. Я обычно вечерами его вспоминаю. Все течет и ничто не остается на месте. Вот мы и не задержимся на месте и смело обратимся к нашим судьям. Итак, уважаемые судьи, уважаемые члены жюри, мы просим вас объявить во всеуслышание, чего именно вы ждете от сегодняшней игры. Алексей, давайте начнем с вас. Приветствуем вас в нашей виртуальной студии. Приветствую. Я жду от всех участников трех «З» задора, знаний и здоровья на то, чтобы полтора часа выдержать в достаточно жестком ритме и продемонстрировать свои знания и кругозор в области кибербезопасности. Да, действительно, здоровье будет крепко и понадобится не только нашим участникам, но и судьям. Рустем, слово вам, пожалуйста. Я хочу, чтобы наши прекрасные участники доказали, что безопасники – это не какие-то ботаны, а на самом деле умные и остроумные ребята и девчонки. Спасибо, спасибо большое. И слово председателю жюри Валентин. Мы хотим вас услышать. Да, дорогие участники, вы настолько сильные и крутые профессионалы, что, пожалуй, вам нечего даже пожелать. Только два небольших замечания. Первое. Когда будете выступать, не будьте слишком умными, иначе вы будете конкурировать с членами жюри. А во-вторых, вы будьте уверены в победе, потому что мы в жюри сделаем все, чтобы победили вы все. Спасибо. Спасибо большое. Еще раз аплодисменты всей команде судей. И, кстати, вот по трое, так же, как и участников каждой команде, хотя мы пока про это не знаем. Ну что, будем начинать. Я предлагаю прямо сейчас, вот за нашими тумбами, для первого испытания, первого раунда остаться капитанов команд первой и второй, которые в жеребьевке выпали, соответственно, такие номера. Это КГБ и Рускада СЭК. Так, пожалуйста. Да, другие капитаны, мы просим вас прогуляться, подышать свежим воздухом, вот, и немножечко, вот, поделиться впечатлениями о старте нашей игры. Итак, команда 1 и 2. Мы просим участников команды подойти к своим капитанам, поддержать их, ведь, да, сражаться мы будем вместе. Капитаны команд КГБ и Рускада СЭК, соответственно, занимайте свои места. Так, что я еще должен был сказать? Я в последний раз хочу напомнить нашим зрителям, что именно вы сможете изменить ход игры, принести победу полюбившейся вам команде. Вот, будьте наготове в конце каждого раунда, вот, вам нужно будет принимать решение, какой команде отдать свой голос. Ну, знаете, так, общий голос большинства всех наших зрителей. Ну, и прямо сейчас, если вы смотрите Кибер-Арену на нашем официальном сайте, arena-kiber.ru, на вашем экране должно появиться окно для голосования. Просто проголосуйте, чтобы понять механику, определиться, ну, легко или сложно голосовать. Надеюсь, вопрос вы увидели. Если вы готовы, вы готовы, то мы практически можем начать, да. Давайте, что мы сделаем. Мы сейчас с вами объявим старт, исторический старт первого раунда в истории Кибер-Арену. Он называется «Дуэль-команд». Итак, наш первый раунд. О, тут можно позвонить. Спасибо большое. Так, и хочется сказать, что вот, оживились, оживились члены жюри. Вот, я понимаю, вот, у них лучшие места, им лучше всего видно, чувствую себя на боксерском поединке. Великий политик и оратор Марк Тули Цицерон в одном из трактатов заявлял, речь должна вытекать и развиваться из знания предмета. Иначе красноречие будет напрасным ребяческим усилием. И через несколько мгновений мы проверим, кто из участников в действительности владеет знанием нашего главного предмета. Участники Кибер-Арены, и так, внимайте правилам нашей Кибер-Дуэль. Для победы в этом раунде вам необходимо быть настоящими знатоками правил цифровой гигиены, того свода знаний и навыков, которые защищают каждого из нас от угроз цифрового пространства. Чтобы подтвердить, что команды разбираются в этих правилах, они должны будут назвать как можно больше, это важно, как можно больше практических полезных инструкций для конкретных жизненных ситуаций. Эти ситуации будут, соответственно, ситуациями нашего первого раунда. После небольшого совещания команды будут по очереди предлагать свои варианты. Начнем мы с команды первой, команды КГБ. Далее, соответственно, будет отвечать ваша команда. Вот, ответы должны быть уместные, вот, и, соответственно, правильные. Ответы не должны повторяться и быть бессмысленными. За этим проследит наше жюри. Нажатием специальной сигнальной кнопки. Давайте попробуем. Уважаемые судьи, нажмите вашу сигнальную кнопку, покажите, как это работает. Сразу, сразу мы понимаем, что-то здесь не так. Вот это мигание говорит о том, что у вас есть 5 секунд на то, чтобы дать очередную версию. Если две версии к ряду не принимают судьи, соответственно, вы проигрываете в этом раунде и выбываете. Победа в каждом дуэле принесет 2 балла на счет команды, поражение 1 балл. Ну, а в конце раунда, подводя итоги, наши менторы, наши судьи и онлайн-зрители выберут своих фаворитов, и вы сможете получить по дополнительному баллу. Как от судей, так и от наших зрителей. Итак, можно считать этот раунд разминкой, ведь на кону мало баллов, но поверьте, возможно, именно эти баллы затем решат судьбу победителей. Ну что, согласно жеребьевке, я повторюсь, две команды, КГБ и Русска Досек, мы будем с вами начинать нашу игру. И я беру те самые заветные вопросы первого раунда. Вот они. И я готов озвучить первый вопрос. Вам сообщили, что взломан ваш аккаунт от Госуслуг. Ваши действия. 30 секунд. У вас есть планшеты. Как можно больше вариантов на них запишите. А, ну, вот они все правила. Так, 30 секунд. Итак, 30 секунд вышло. Да, соответственно, первым берет слово команда КГБ и так по очереди. Я повторяю вопрос. Вам сообщили, что взломан ваш аккаунт от Госуслуг. Ваши действия. Первое, что мы сделаем, это, собственно, узнаем, а кто ты? Кто ты нам сообщил эту информацию? Верно ли? Может быть, это фишинг? Может быть, это поддельное сообщение? Ну, в данный момент я вам ее сообщил. Не знаю, помогло вам это или нет в ответе. Ну, очевидно, нету вот этой красной кнопки. Это логичный ответ. Поэтому теперь отвечают ваши соперники. Просто КДСЕК, пожалуйста. Мы в любом случае воспримем это предупреждение как оперативную информацию. Первое, что мы сделаем, это поменяем пароль. Зайдем на Госуслуги, поменяем пароль. Ох, знали бы вы, как это непросто. Я с ним сталкивался. Но, очевидно, это тоже правильный шаг, поскольку нету вот этого красного сигнала. И так, КГБ, ваш ответ очередной, следующий. На тот случай существуют люди, у которых нет аккаунтов в госуслугах. Им, наверное, стоит озадачиться. И, возможно, им стоит вспомнить, что они существуют, и завести там аккаунт. Ну, как напоминание вас нужно воспринять. Ой, а можно же пользоваться госуслугами. Мошенники работают как некие напоминатели. Хорошо, спасибо. Это тоже версия, очевидно, принимается. Они от красного сигнала. Парируем. Мы сделаем обязательно после смены пароля, мы включим двухфакторную аутентификацию. Я знаю, что это такое. Я, кстати говоря, не силен особо в информационной безопасности, но про двухфакторную аутентификацию я слышал. Пожалуйста, ваш ответ. На самом деле, на каждом сайте, не только на госуслугах, в любом сервисе есть техподдержка, которая предназначена для того, чтобы такие сообщения обрабатывать. И я рекомендую всем, кто, собственно, вдруг получит такое сообщение, туда набрать и сказать, что вам пришло такое сообщение. Как пришло там почта, смс или еще как-то. Это очень важно. Обратиться в поддержку госуслуг. Я представляю количество звонков, которые надо поставить. 150 миллионов. 150 миллионов, да, граждан. Огромная аудитория. Ну что, да, это, очевидно, тоже правильная версия, она тоже засчитывается. Итак, ребят, ваш ответ. После того, как мы сменили пароль и включили двуфакторную нотификацию, мы проверим историю операций, то есть логи. Были проведены ли какие-то заявки, были какие-то операции с использованием нашего аккаунта. Есть такое, так понимаю, там можно посмотреть, кто входил, откуда, куда, в какое время. Да, вот судьи наши в неприкосновенности оставляют красную кнопку, это значит, что можно продолжать. Итак, КГБ, ваш ответ очередной. Давайте, на ком остановится, тому два балла. Да, очень часто, когда приходят сообщения о каком-то, значит, событии, то мы можем увидеть, что оно пришло не только нам, что нужно проверить, а кому еще пришло это письмо, возможно, там целая рассылка, и тогда можно понять, что это, опять же, подделка. Ясно. Массовый рассыл. Да, очевидно, это тоже ответ засчитан. Ну что, ребят, надо чем-то отвечать. Разумная... Работает. Он работает, да. Разумная мера. Мы также проверим в новостях, в соцсетях, есть ли сообщения, возможно, это какое-то более масштабное событие, и мы сможем узнать, уже есть, может, какая-то реакция даже и госуслуг. Я, кстати, так делаю, когда у меня пропадает вот на сотовой связи качество сигнала, я думаю, может быть, какая-то поломка, и так проверяю, кстати говоря, гуглю. Ну вот с госуслугами, очевидно, можно делать то же самое, если нет нажатия на красную кнопку. Итак, ваш ответ. Смотрите, госуслуги обслуживаются в МФЦ, соответственно, если у вас есть такое сообщение, есть такое подозрение, то, наверное, самый лучший способ прийти в МФЦ со своим паспортом и сказать, ребята, у меня вот такое сообщение, и лично проверить это. И это, кстати, даже более надежно, потому что, например, ваш телефон может быть взломан, ваш компьютер может быть взломан, и даже заходя в госуслуги, добавляя двухфакторную аутентификацию, как ребята советовали, можно, на самом деле, наоборот, пустить взломышленника вместе с собой, ну и там он случайно перепишет квартиру на кое-нибудь другого. Веселый денек, конечно, у того, кто сперва с госуслугами столкнулся и в этот же день пошел в МФЦ. Но я думаю, что люди все стерпят. Так, ну что, пожалуйста, ваш ответ. Да, ну мы поменяли пароли, настроили двухфакторную аутентификацию, сходили в МФЦ, и в хорошем надо сделать то же самое для ближних людей, для родственников, пойти поменять им пароли. Если это действительно была таргетированная атака какая-то, то, наверное, будут перебирать, соответственно, пароли доступа и убедляющие люди. Это точно не будет лишним. Хорошо, принято. Дальше давайте вскорим темп. Ну, я думаю, что, наверное, еще неожиданным, конечно, будет решение, но понять, что вы бессильны и удалить аккаунт госуслуг. Так, тут, видимо, руководитель госуслуг. Другая версия, 5 секунд у вас. Хорошо, тогда мы будем внутри госуслуг быстренько менять свою информацию для того, чтобы у нас быстренько не увели то, что там занесено. Допустим, какую-то личную информацию или, например, те квартиры, которые у нас там занесены или так далее. Да, это, по-моему, даже мне показалось, что есть много странно, что вы решили там сменить какие-то данные. Ну что, у вас два неправильных ответа к ряду, поэтому, к сожалению, в этой дуэли вы выбываете. И победитель первой дуэли команда «Русская Досе» к вам аплодисменты, вы победитель. Спасибо большое. Итак, я прошу вас освободить, освободить наше пространство для игры, потому что сейчас пришло время, разумеется, сменить команду и пригласить команду под номером 3 и номер 4. Это команда по объявлению и команда сделана в России. Мы просим вас занимать, пожалуйста, вот свои места для нашей очередной битвы в рамках первого раунда. У меня приготовлен для вас очередной вопрос. У нас вторая дуэль. Итак, ну что, ребят, чуть бодрее, чуть веселее, энергичнее. Да, да, да. Вы готовы? Да. Тогда я зачитываю вопрос. Вопрос под номером 2, вопрос первого раунда. СМИ сообщили, что хакеры получили доступ к конфиденциальной информации вашей компании. Ваши действия. 30 секунд. Давай, решим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, время вышло на таймере по нулям, соответственно, мы готовы переходить к озвучиванию ответов. Первыми отвечает команда по объявлению. Напоминаю вопрос. СМИ сообщили, что хакеры получили доступ к конфиденциальной информации вашей компании. Ваши действия. Итак, по объявлению. Мы сделаем заявление в СМИ. Прямо сейчас. К сожалению, наш онлайн-эфир не является средством массовой информации. Здесь заявление не принимается. Но, очевидно, это достойный ответ. Итак, пожалуйста. Мы напишем официальное обращение в редакцию, опубликовавшую эту новость, с запросом подтверждения, что эта информация не получена и официально размещена. Подождем 7 дней, да, или сколько там положено по закону, но дождемся в итоге. Хорошо, принято. Дальше. Мы должны понять, а правда ли это то, что данные утекли, да, то есть, соответственно, мы будем инициировать расследование на эту тему внутри себя. Хорошо, ясно. Следующий вариант. Если мы являемся субъектом КИ, то, соответственно, отправим информацию в госсоп. Не понял ни слова, но хорошо, что у нас есть судьи. Не, отправить информацию, это вполне себе понятная фраза. Итак, пожалуйста, парируем, отвечаем. Ваша версия. Мы проводим дальше внешний аудит от компании какой-нибудь, которая имеет уважение на рынке, для того, чтобы показать, какие мы красивые. Показать, какие вы красивые. Хорошо. Зачтено, принято. Ну что, давайте, теперь что вы сделаете? Обратимся с заявлением в правоохранительные органы с просьбой по факту публикации СМИ информации провести проверку и при необходимости возбудить уголовное дело. Сказка сложно, да? Но, очевидно, справедливо. С чем ответим? Мы запустим по всей компании программу «Секируйте вороны» с повышением гиберосведомленности. Почему бы и нет? Я согласен. Я бы сделал точно так же. Итак, ваш ответ. Вполне возможно, что причиной утечки стали внутренние сотрудники, инсайдеры. И если у нас внедрен режим коммерческой тайны, то проведем внутреннюю проверку и, возможно, доведем до суда это дело и накажем внутреннего хакера. Найдем, как говорится. Итак, пожалуйста, ваш ответ, ребят. Так, ну раз мы закончили со всяким уголовным правом, про прочую радостью. То есть мы, соответственно, займемся уже техническими мерами, ограничим доступ, вот, собственно, и начнем контролировать техническими средствами. Спасибо. Вы ведете себя как те, кто блокирует сайты. Итак, хорошо, я вас запомнил. Итак, пожалуйста, чем ответим? Мы ответим публикации пресс-службы организации, которая придумывает и обоснует новость, перебивающую в СМИ данную публикацию. Да, мне тоже показалось, что что-то похожее было. От судей красная кнопка у вас 5 секунд, еще одна версия. Ну, важно, чтобы к нашей компании доверие осталось, поэтому мы сообщим, что да, действительно, это произошло. Но мы делаем конкретные меры, сейчас уже сделаны, и в ближайшее время будут сделаны, чтобы такую ситуацию в дальнейшем не допустить. Ясно. Версия принята. Пожалуйста, отвечаем. Мы проводим пентест. Почему бы и нет? Проводим. Оказывается, нет. Не проводим. Не проводим, да, вот поправочка. Я считаю, что мы проводим киберучение и, собственно, моделируем какую-то другую ситуацию на том, чтобы донести до сотрудников, как оно может раскрываться. То есть, сначала мы их обучаем в рамках Аварнуса, а потом, соответственно, это проверяем. Техническая команда. Хорошо, хорошо. Не напирайте на сложные термины. Итак, чем отвечаем? Проводим анализ публикации и другой информации, которую смогли к этому моменту собрать. По имеющейся информации, то есть, поняв, о какой информации хакеры получили доступ, анализируем возможные вектора атак и перекрываем их. Хорошо. Нет кнопки, это значит, что продолжаете вы. Да, хорошо. То есть, мы считаем, что нужно еще провести мероприятие по синту, посмотреть, а правда ли есть что-то скомпрометированное вообще было, когда было, и что с этим можно поделать, подумать. Ни у кого нет планов на вечер, да, я так понимаю? Хорошо, продолжаем. Давайте, ваш ответ. Есть. Публикуем сообщение в СМИ с обещанием материального вознаграждения о любой информации о хакерах. Так, решили подкупить аудиторию. Чем ответим? Мы запускаем программу Багбаунти. Багбаунти? Райское наслаждение? Программа поиска ошибок внутри нашей компании среди всех киберисследователей мира. Это только сейчас придумано. С отъезда не в тюрьму, а на Растрово-Райское наслаждение. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот, зачтено, зачтено. Итак, что запустите вы? И куда? Внутренняя проверка показала, что причиной утечки стало окерпичивание зарубежного средства защиты, стоящего на периметре. Поэтому мы решили его поменять на отечественное, чтобы такого дальше не произошло. Патриотичный ответ. Вы нажали на кнопку! А ведь ведется видеосъемка, я напоминаю. Не работает обновление. Хорошо, пять секунд, друзья, пять секунд. Проведем ребрейдинг кампании, чтобы произошедший инцидент не ассоциировался с нами. Это вы из Синькова, что ли? Не только. Хорошо. Ну что, пять секунд, давайте, отвечаем. Мы наняли топ интегратора по ИБ, чтобы отдать ему весь ИБ на аутсорс. И теперь он несет ответственность за нашу безопасность. Снова про себя. Мы, на самом деле, после этого решили, что пора, короче, заняться страхованием рисков, вот как раз-таки утечек, да, то есть и пересмотрели ряд договоров на эту тему. Хорошо. После страховки какие ваши шаги? Дальше, очевидно, надо провести инвентаризацию всей конфессиональной информации и построить дальше модель выброса нарушителей по защите информации. Нет, нет, и пять секунд. Мы организуем страховую кампанию и предложим свои услуги пострадавшей стороне из другой команды. И компенсируем убытки. Да, мне тоже показалось, идея-то хорошая, но она не совсем относится к данному кейсу. Поэтому, друзья, сделано в России. К сожалению, да, вы в этом раунде проигрываете, поэтому мы с вами прощаемся, но ненадолго. Вы остаетесь на месте, потому что сейчас у нас битва чемпионов, и мы приглашаем сюда победителей нашей первой дуэли. Пожалуйста, друзья, занимайте место под аплодисменты всей нашей аудитории. Итак, ну что, вот они, вот они. Рускадосек и, соответственно, по объявлению. Да, да, ребят, у нас еще один раунд, еще 45 минут этой увлекательной битвы. Готовы, поехали. Вендор отключил ваши средства защиты. Ваши действия. 30 секунд. Встреча. Поехали. Которые действия. Так, время вышло, время вышло. Первым отвечает Рускада СЭК, потом, соответственно, по объявлению. Вот в таком порядке этот пинг-понг интеллектуально у нас будет происходить. Итак, пожалуйста, Антон. Первое, что мы сделаем, мы проверим, отключились ли в рамках этого отключения защитные функции самого средства защиты, либо отключилась только техподдержка и обновление. Хорошо, парируем. Да, мы со своей стороны, на самом деле, сделали то же самое, что у коллеги, это понятно, да, то есть и после этого начали потихонечку восстанавливать обходными мерами, да, то есть те самые защитные функции, которые оказались отключенными. Принято. А, нет, не принято. Хорошо, да, то есть начали рассматривать уже облачные услуги, которые помогут нам восстановить эти функции. К облачным услугам претензий нет. Итак, пожалуйста, ваш след. Ну, у нас сейчас на дворе импортозамещение, поэтому мы рассмотрим российский аналог текущего вендора защиты и постараемся быстро его внедрить в сеть. Хорошо, отлично. Продолжим, надо чем-то отвечать, 5 секунд. Мы в любом случае обратимся к уважаемым регуляторам, сообщим им о вот этих проблемах, которые случились, чтобы все были защищены от той неприятности, которая случилась с нами. Поаплодируйте мне, прошу вас, это важно, давайте. Мы услышали слово «регуляторы», как здесь не поаплодировать. Итак, чем ответим на регуляторов? Проверим наличие бюллетеней НКЦКИ. Возможно, будут какие-то дополнительные меры, которые нужно будет превентивно сделать, настроить следствие защиты внутри ее сети. Бюллетени НКЦКИ. Чем ответим на бюллетени? Ну как, зачем нам отвечать на бюллетени? Мы должны их исполнять, коллеги. Я не знаю, что это такое. Исполнять мы их должны тут же прям. И поэтому мы обратимся в корпоративный центр ГОСОПКО и сообщим об этом уже точечно, как об инциденте информационной безопасности, коллеги. Это обязательно важно. Хорошо, ваш ответ понятен. Отвечаем. Ну, исходя из практики новой реальности, мы свяжемся с локальным представительством вендора и все-таки спросим, могут ли нам оказать поддержку и как нам выйти из этой сложной ситуации. Практика показывает, что это тоже решение. Хорошо, ваш ответ понятен. Чем ответим? Мы, с своей стороны, запустим стратегию перехода, собственно, на другие решения. Это не касается прям только средств защиты. Мы постараемся обеспечить переход полной инфраструктуры на импорт независимые решения, которые не подвержены этим угрозам. Ясно. Ответ принят, жюри. Продолжим. Так, ну, в связи с тем, что мы тушим пожар, надо обратить внимание на компенсирующие меры. Если все-таки там функции защиты отключены, мы проведем компенсирующие меры, как настройки наших фаерволов, настройки конфигурации операционных систем, то, что можно быстро сделать имеющимися средствами, кроме этого, средства защиты. Хорошо, ответ услышан, к нему вопросов нет. Продолжим. Мы закажем консалтинг от уважаемых российских компаний стратегических, которые распишут нам стратегию, как быть в этой сложной ситуации. А деньги-то на это есть? Видимо, не пилом. На самом деле, мы компания, которая занимается производством процессоров, и мы просто начнем быстрее допиливать свой процессор, и будем выпускать свои средства защиты на этом процессоре. Надеюсь, допилить успеете. Ответ защиты на так, пожалуйста. Ну, предположим, что это средство защиты состоит в каких-то ограниченных сегментах сети, поэтому в случае окирпичения данного устройства мы постараемся изолировать эти сегменты сети от взаимодействия с другими информационными системами и сервисами нашей сети. Хорошо, сделал вид, что понял. Итак, ваша версия. Выпустим пресс-релиз о том, что мы уже выпустили свой процессор, и мы готовы поставлять эти решения на рынок. Нет, ну зачем вы? Спасибо большое за этот ответ. Зачем обманывать-то рынок? Итак, пожалуйста. Давайте попробуем по-другому немножко, да? То есть мы все понимаем, что большинство средств защиты работает на тех компонентах, которые со мной вы тем более понимаете. Я понимаю, да. Спасибо большое за это. Начнем постепенный переход на Аппенсурс. Прям тут же, короче. Противоречивый. То, что можем. Мне кажется, вы чуть запутались, и это увидели наши судьи. Поэтому, да, к сожалению, у вас два подряд неверных ответа. Вы бываете. Но это неплохо, да? Вы все-таки были в финале этого раунда. Спасибо огромное. Вы победители. Мы провожаем вас, да, вот, с нашей арены. И приглашаем сюда команды, которые проиграли в своих первых раундах. Соответственно, мы сыграем с командой «Сделано в России» и с командой КГБ. КГБ вы будете начинать. «Сделано в России» вы будете, соответственно, продолжать. И четвертый вопрос. В соцсетях распространяется фейковое видео с якобы вашим участием, порочащее вас и вашего работодателя. Ваши действия. И дополнительный вопрос ведущего. Было ли у кого-нибудь такое видео? Да, Ольга, мы поняли. Все, время вышло. 30 секунд пролетело. Итак, КГБ. Берем ответ первыми. Что делаем? Первым действием мы сделаем, значит, мы запустим опровергающее видео, что это то видео фейковое. Хорошо. Да, чем ответим? Может быть, не стоит уподобляться создателям фейкового видео, а сделать официальный пресс-релиз на сайте компании, где там с чувством, с толком, расстановкой рассказать, что это все неправда. Это все не мы. Хорошо. То же самое или нет решают наши судьи. Они говорят, что это разные ответы. Поэтому, пожалуйста, продолжаем КГБ. Я предлагаю начать бороться. И, соответственно, это, скорее всего, дипфейк. Потому что мы точно знаем, что мы не участвовали. Посмотреть этот дипфейк. И обычно на нем видны признаки текстур, которые неплохо просчитались. Как правило, там странные какие-то поверхности на коже, какие-то странности, возможно, на одежде и так далее. Потому что иногда текстуры. Просто так же посмотреть на звук, как он там смонтирован, скорее всего, он перемонтирован либо сгенерирован. И, соответственно, вот это все показать, что это на самом деле то, что было придумано. Сделать разбор этого видео. Правильно понял. Хорошо. Итак, отвечаем. Обратимся к организаторам соцсетей с требованием заблокировать аккаунты, то есть те места, где распространяется это фейковое видео. Спасибо команде Роскомнадзора. Продолжим с вами. Роскомнадзор. На самом деле, в первую очередь, я считаю, нужно сообщить в комплайн своей компании, чтобы они об этом знали. И не надо бороться одному. Они помогут вместе с тобой устроить разборки, дипфейк и так далее. То есть, ну, в первую очередь, комплайнс должен знать. Комплайнс, я запишу. Комплайнс. Загуглить вечером. Так, ребята, отвечаем. Слушайте, ну мы бы просто взяли и наняли безопасника, который бы поставили задачу, к которому, чтобы разобрался с вот этой вот конкретной проблемой. Ну, не информационная безопасность. Почему не информационная? Вы так уже сказали. Ну, это, да, ответ не принят. Пожалуйста. Обращение в правоохранительные органы по факту размещения материалов, порочащих деловую репутацию и вмешательств в частную жизнь. Ну, странно, что это ответ не от команды КГБ. И так, ваш ответ. Скорее всего, это видео опубликовано с вашего поддельного аккаунта. Соответственно, нужно быстренько поменять все ваши пароли в социальных сетях, чтобы вот то видео, которое было опубликовано, допустим, с вашего, ну, не буду называть, да, социальные сети, с вашего аккаунта, было, ну, точно, точно доказали, что аккаунт не взломан. Хорошо, есть такой ответ. Пожалуйста. Ну, по прямым и косвенным признакам определить автора этого видео и связаться с ним, и дальше вести диалог о том, чтобы он удалил это видео. Да, мне тоже показалось, как в автора определите по признакам видео, не засчитано. Еще один ответ. Снять свое видео, логически являющееся продолжением, которое нивелирует первоначальный эффект. Хороший ответ. Хочется передать привет Цюбе, но, ребят, нет, нет, это не засчитано. Вот, к сожалению, да, вы проигрываете. Ну что, аплодисменты, друзья, нашим командам. Ну что, ну что, раунд первый сыгран, первый тур сыгран, разыгран. Прямо сейчас мы объявляем голосование зрителей. Я прошу всех тех, кто следил за киберареной, а судя по результатам голосования, 56% зрителей – это специалисты по ИБ. Это те люди, которые в теме, которым наверняка интересна наша сегодняшняя программа, трансляции нашей эфиры. И те люди, которые сами пытаются отвечать на вопросы, которые мы здесь задаем. В общем, пожалуйста, голосуйте за ту команду, которая лучше всего держалась. Не обязательно она давала правильный ответ. Просто те, которые вам понравились, они получат дополнительный балл по итогам голосования. Пока идет голосование зрителей, я прошу членов жюри по очереди высказаться о первом раунде, да, какие-то свои эмоции. Вот, пожалуйста, Алексей. Мне понравилось, что в вопросе про иностранного вендора никто не подал на него в суд. А в вопросе про утечку конфиденциальной информации главного безопасника не уволили. Это говорит о том, что у нас еще есть будущее, и мы можем решать вопросы не только в суде, хотя регуляторики в ответах было достаточно много. Алексей, его же еще не наняли, чтобы уволить. Мы же слышали, да, вот как его только собирались нанять. Хорошо, спасибо за мнение. Продолжим, Рустем. Мне кажется, отличный раунд. Все показали не только свои профессиональные навыки, но и остроумие. И еще умение изворачиваться, что тоже для безопасника очень важно. Спасибо. Я тогда спрошу, а кому вы отдаете дополнительный балл в этом раунде? Итоги мы уже видим, да, вот хочется ваш балл кому-то приплюсовать. У нас такое единодушное решение. Этот балл отдать команде «Сделано в России», потому что такое сочетание гостовских формулировок, которые вылил их представитель, просто фантастика. Спасибо, спасибо. Команда «Сделано в России» получает балл. Давайте вот результаты, которые у нас сейчас есть. Итог. Ну, итог после первого раунда. Рус-Кадо Сек 4 балла. КГБ 3 балла. По объявлению 3 балла. И «Сделано в России» 3 балла. Соответственно, что мы делаем? Мы сюда прибавляем 1 балл от судей. Да, дополнительно сверху. Вот, команда «Сделано в России». И еще один балл мы должны добавить по результатам вашего голосования, уважаемых зрителей. Рус-Кадо Сек, мне подсказывают, эта команда получила балл, соответственно, от нашей зрительской аудитории. Мы поздравляем команду. Ну что, давайте мы поблагодарим команду за это противостояние. Вот он счет. Рус-Кадо Сек 5 баллов и по 3 балла у оставшихся трех команд. Ну и сейчас мы отправляемся в наши закулисья за пределы арены. Там находится моя коллега Екатерина. Она пообщается, соберет первые впечатления у игроков. Ну а мы будем готовиться к продолжению наших баталий. А сейчас мы узнаем из первых уст все, с чем столкнулись команды. Ребят, привет. Еще раз. Только что для вас завершился непростой поединок. И давайте поделитесь своими впечатлениями от первого раунда. Как думаешь, вот ты, да, что для тебя показалось самым сложным при ответе на вопрос? Знаешь, сложно было найти большое количество прямых рекомендаций, что нужно сделать. Потому что проблема порой решается малым количеством решений. Но нам надо было придумывать следующие и последующие некие косвенные решения. Вот это было самое сложное. Ну да, я слышала, слышала, что очень сложно было много подобрать. Чем больше подбираешь, тем больше кажется, что ты уже не знаешь. Да, но ты должен еще что-то говорить. Да, да, да. Как думаешь, кто у вас главный конкурент из команд? Главный конкурент? Ну, судя по тому, как шла игра, это, конечно, жюри главный конкурент. Потому что даже неплохие ответы иногда получали красный свет. И кому бы из жюри ты передал бы привет сейчас? Я пока оставлю при себе этот привет. Посмотрим, как пройдет следующий раунд. Ну, спасибо большое, спасибо. Слушай, Лев, а что стало самой большой неожиданностью для тебя в первом раунде? Слушай, на самом деле, так тяжело сказать, наверное, когда вот два раза, короче, свет делает вот так вот. Тык-тык-тык-тык. Вот это прям неожиданно. Особенно, когда вот, знаешь, когда вот один из членов жюри, не помню кто, нажимает кнопку, значит, когда говорят, что надо импортозаместить. Вот. Вот этого тоже. Мне кажется, я догадываюсь, кто может нажимать такую кнопку. Можно. Совершенно неожиданность. Просто. Нет, спасибо, спасибо. Оля, какой вопрос тебе показался, ну, наиболее сложным? Ну, вот из-за того, что сейчас вы отвечали. Ну, вообще несложно. Мне все показалось, было весело и интересно. И жаль, что у меня не приняли последний мой ответ. Я вот как человек не слишком погружен в ИБ, для меня одно из направлений – это просто нанять нормального эбэшника. Правда? Смотрите, все соглашаются, а кто-то из жюри не согласился. Интересно, кто? Ну, потом выясним, да. Наверное, его просто не наняли, и он расстроился. Нормальный эбэшник? Ну, ну, ну. Кого уволить? Я говорю, для того, чтобы кого-то нанять, надо кого-то уволить. Пусто, свято место пусто не бывает, или как там правильно говорится? Я так не говорил, это ты сказала. Ну, есть такая пословица. Слушайте, так, а кто из жюри, как думаешь, симпатизирует больше всего вашей команде? Я думаю, что симпатизируют больше всего члены жюри все, потому что как нас таких красивых, умных, эмпатичных можно не любить? Ну, невозможно же. Я согласна, согласна. Так, так, с кем я еще не поговорила, уже уходят потихонечку. Ну, последний вопрос, хорошо. Кто из ваших близких сейчас, Оль, кто из ваших близких сейчас смотрит кибер-арену? И, может быть, захочешь передать привет в прямом эфире? Конечно же, я надеюсь, что моя семья смотрит. Если, конечно, уроки сделали, Тимур, сделай, пожалуйста, уроки. Привет тебе, дорогой, я приду и проверю. Да-да-да, я тоже проверю, я своему сыну тоже на всякий случай передам привет, да даже без всякого случая, поэтому, Никита, учить хорошо. Собрались. А ты, Лев? Что я? Что ты? А я уроки сделал. А ты уроки сделал? Вот ты. Надо передать привет, да. Спасибо большое все друзья, да, то есть я хочу передать привет всему сообществу. Пы-и-бэшечка, потому что Роскады Сек назвали, поэтому обязательно надо передать привет всем Пы-и-бэшечкам. Слушайте, не буду прерывать, потому что вас ждут уже там, надо вас отпускать. Всех, все, ладно, хорошо. Всех, но мы продолжаем дальше в прямом эфире. Итак, друзья, мы возвращаемся в игру, и прямо сейчас нас ожидает второй раунд. Второй раунд называется «Один против всех». Это противостояние между командами, вот, а точнее между лидерами. Команд не обязательно капитанами, и это будет, я уверен, легендарно. Итак, в каком виде будет проходить данное состязание? От каждой команды на кип-арену вышло по одному участнику, они будут состязаться в решении заданий. Остальные участники будут наблюдать за пределами нашей арены, но в один из перерывов на капитан, на свой выбор, должен произвести замену игрока. По одной замене у вас есть карточки, да, в руках, эти карточки будут символизировать меня о том, что пора бы, да, произвести замену вашей команде. Кроме того, помимо этого, в течение всего раунда, всего второго тура, команды могут попытаться вскрыть крипто-сейф. У нас есть крипто-сейф, он вполне осязаем, он находится рядом с нашей судейской командой, они его охраняют, пусть это, конечно, не троянский конь, да, который принес победу ахейцам, но сегодня он даст одной из ваших команд два дополнительных балла, а это, поверьте, не мало. Так, что же таит в себе крипто-сейф? Ответить на этот вопрос поможет подсказка, которую я сейчас вам озвучу. Но вы должны помнить, у каждого из вас есть лишь один шанс попытаться вскрыть этот сейф и сказать, что он находится внутри этого сейфа. В любой момент, как пожелаете, делайте шаг вперед, я понимаю, что вы готовы вскрыть этот сейф. Если ошибаетесь, то больше, соответственно, у вас такого шанса нет и могут отвечать ваши соперники. Итак, крипто-сейф, давайте попытаемся угадать, что же внутри. Для безопасной работы в корпоративной сети требуется большой набор правил и межсетевых экранов. От того, насколько точно они описаны, зависит быстродействие всей IT-инфраструктуры. В крипто-сейфе сейчас находится пример хорошо составленных правил управления трафиком. Если вам необходимо привести в порядок свои межсетевые экраны, вы можете воспользоваться решением EFROS Config Inspector от компании Gas Inform Service. Что же именно находится в крипто-сейфе? В любой момент раунда игрок, стоящий здесь, может сделать шаг вперед и, соответственно, дать возможность своей команде заработать 2 балла. Может, кто-то сейчас желает уже это сделать? Нет? Ну, тогда вот в любой момент, нет-нет, не ответьте, ничего страшного, 2 балла останутся в моей копилочке. Ну что, давайте я расскажу о том, как будет проходить раунд, какие будут здесь вопросы. Так, 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 одну из 79 табличек я переворачиваю. Значит, здесь в этом раунде будут задания, вот, разной такой напряженности, раз-два уровня. Главная ваша задача сделать шаг, шаг вперед, вот, в ознаменовании того, что вы готовы отвечать. Команды расположились в том порядке, в порядке жеребия. Ближе всего ко мне команда КГБ, далее команда Рускада СЭК, следом команда по объявлению, сделана в России, да, четвертая команда. Команды, напоминаю, это не обязательно капитаны, вот, задание будет появляться перед вами, вот, на экране, который вы видите перед собой на сцене. Вот, на розыгрыш каждого раунда дается всего одна минута, да, чтобы не затягивать, в течение которой каждый участник может предложить всего один вариант ответа. Если вдруг окажется он неверным, участник возвращается за черту и ждет следующего вопроса. За каждый правильный ответ команда получает один балл на счет своей команды. И после розыгрыша всех заданий, итоги вновь подведут члены жюри, подведут наши зрители и добавят в копилку команды по одному баллу соответственно. Итак, для начала, вас ожидает несколько вопросов, в которых разные предметы связаны какой-то одной фразой или одним словом, общим знаменателем. Игра так и называется общий знаменатель. А задача участников, назвать его этот самый общий знаменатель и дать убедительное объяснение, да, объяснение тоже очень важно, это то, что учитывают наши судьи. Если сразу несколько участников считают, что знают верный ответ, то мы по правилам раунда даем право ответить тому, чей жребий оказался ближе к началу. Договорились? Итак, ну что, да, и про замену напоминаю, что когда заканчиваются вопросы первого под тура, скажем так, да, у вас есть возможность сделать замену. Вы об этом объявляете и мы производим замену. Криптосейф? А? Криптосейф? Боже мой, то есть пока я говорил про правила раунда, у вас возникла мысль, что в криптосейфе. Сделайте шаг вперед. Итак, напомню, отвечает команда КГБ. Криптосейф? Что там? Я хотел спросить про криптосейф, да, еще раз повторить. А вы хитрец, встаньте на место. Повторяю, и вам, и тем, кто находится за рамками нашей студии. Для безопасной работы в корпоративной сети требуется большой набор правил и на межсетевых экранах. От того, насколько точно они описаны, зависит быстрое действие всей IT-инфраструктуры. В криптосейфе сейчас находится пример хорошо составленных правил управления трафиком. А если вам необходимо привести в порядок свои межсетевые экраны, вы можете воспользоваться решением Эфрос, конфиг инспектор о компании ГАЗ Информ Сервис. Есть вариант ответа? Ну, так отвечайте. Что это? Если там находятся правила управления трафиком, может быть, там лежит ПДД? Абсолютно верно. Там экземпляр правил дорожного движения. Давайте попытаемся вскроить этот сейф и убедимся, что мы вас не обманули. Итак, внимание на сейф. Вот они. Движение. Как вы дошли до логики, вы сказали. Вот эти правила. И два балла, если ничего не путаю, отправляется в вашу команду. Это команда по объявлению. Все, давайте переходить к игре. К переходить к игре. Общий знаменатель. Я прошу картиночку на экран. Вот посмотрите, да, три картинки. Их сейчас видят зрители также, да. У нас есть возможность подумать. Я, кстати, да, посмотрю правильный ответ, потому что я тут. Итак, да, по объявлению. Есть ли варианты? Это все просто 87-й ФУЗ, наверное, да? Вау! Да, почему? Объясните. Ну, потому что 1, 8, 7, соответственно. А, один дома, 8 подруг Оушена и великолепная семерка. Это великолепный ответ. Браво! Браво, Даша. Шаг, шаг назад. Ну что, давайте дальше. Следующая загадка. Сновь три картинки. Сразу скажу, это не просто 187-й закон. 45 секунд остается на этот, соответственно, тур. Общий знаменатель он называется. Ну, порассуждаем. Да, здесь какая-то... Ну, что это? Что это на первой картинке? Ну, это не зачет. Ну, что вы там видите? Фудзиама. Горы. Горы, но по-другому. Я слышу, что кто-то подсказывает. Нет? А то имейте в виду. У меня хуже со всех сторон. Есть некая гипотеза, но страшно. Так дайте ответ. Остается 10 секунд. Шагнись вперед. Ну да, может быть, это про импортозамещение? А что вы имеете в виду? Ну, очевидно, что это Эльбрус, например. Понятно, российский флаг. Ну и российский спецназ, который всегда поможет провести импортозамещение, если что-то пошло не так. Я сказал дикая гипотеза, но почему бы и нет? Это дикая гипотеза. Мы отнимаем баллы, которые вы заработали в прошлом раунде. Ты правильно. Нет, нет, нет. Ну что, нет вариантов. Хорошо, давайте скажу правильный ответ. ГОССОПКО. Государственная система обнаружения, предупреждения, ликвидации последствий компьютерных атак. Хорошо. Иллюстрации собираются по частям. Ответ, собственно, очень простой. Это Ключевская СОПКО, российский триколор и сотрудник спецслужб ФСБ. Мощно. Еще пока нельзя меняться, поскольку мы не завершили вот этот первый подраунд. Общий знаменатель. Пожалуйста, минута. Нужно назвать лишь одно слово. Итак, опробует команда КГБ. Что это? Ну, учитывая, что здесь связано что-то с распространением ключей. Здесь про ключ и, собственно, про то, что можно спокойно говорить. Соответственно, по каким-то защищенным каналам. Я думаю, что слово, ну, например, PKI здесь. PKI? Нет, это не PKI. Но хорошо, что вы логично рассуждаете, да, поскольку судьи могут отдать кому-то балл, даже в случае неправильных ответов всех. Итак, пожалуйста. Технология Leaf USB. Leaf USB? Да. Соответственно... Нет, нет, нет. Аргументировать не требуется? А, нет, аргументировать. Это неправильно. Ну, аргументируйте. Это неважно, я работаю на жюри и на зрителей. Я согласен, я тоже. Соответственно, это флеш-носитель, это защита и радостный пользователь, который не испытывает проблем защиты информации. Да, действительно, пользователь радостный. Ну что, да. Можно я добавляю? Да, можно. Мне кажется, это ключевая фраза. Что это? Ключевая фраза. Ключевая фраза? Какая? Ну, ответ, ключевая фраза. Какая? Ключевая фраза. А, ответ ключевая фраза. Пароль-пароль. Пароль-пароль. Я понял. Нет, правильный ответ – это аутентификация. Вот здесь знали ваши коллеги, я слышу, она проводится с помощью известной субъекту информации и принадлежащих именно ему качеств и предметов, которые можно проверить на подлинность. Может применяться пароль, который знает человек, например, чтобы войти в электронную почту, работающий токен для электронной подписи, либо собственный голос для входа по биометрии, вот по всем этим трем вещам можно провести аутентификацию. Судьи, кому-то балл мы и начислим вот за эти попытки? Я бы русская это делал. Русская. Ну, понятно. Ключевую фразу. Кто? Да, как бы Валентин. Ты? А, да. Ну, на наш взгляд, достаточно неплохой вариант был у Русская Десека про ключевую фразу. Действительно, очень красивое объяснение. Да, спасибо большое. Ну, тогда четвертая загадка в этой же логике. Пожалуйста, еще три картинки. Ред Тим. Ред Тим? Да, команда Пентеста. То есть все это члены этой команды? Да, их рост. Пионерский кружок, юных хакеров, повзрослевшие студенты. И, наконец, мощная, законопослушная команда Пентестеров. А то, что они меняют пол во время взросления, вас не смущает? Это издержки профессии. Хорошо. Итак, был, я так понимаю, ответ у команды по объявлению. Или хотел так? А, это да. Итак, ну что, 20 секунд. Еще можно подумать. Ну что, 20 секунд. Это, знаете, первое, это книга «Кортик». Второе, это сериал «Не буду говорить, какой». Потому что это правильный ответ. Остается угадать сериал. Но его никто не видел, кроме составителя вопросов. Ну что, время вышло. Давайте отдам правильный ответ. Все эти произведения объединяет слово «Шифр». В повести Рыбакова «Кортик» в первые годы светской власти дети ищут ключ к «Шифру» в «Кортике офицера-моряка». Действие отечественного сериала «Шифр». «Картинка 2» происходит в 50-е годы. Четыре бывшие сотрудницы ГРУ помогают ловить преступников. Уже вышло два сезона и готовится третий. И канадский сериал, соответственно, «Шифр» на английском языке рассказывает про приключения криптоаналитика из ФБР Уилла Скотта. Спросим жюри, можно ли здесь кому-то дать балл или мимо? Мне кажется, сделано в России. Отлично выступили про хакеров, меняющих пол в процессе созревания. Спасибо. Ну, что-то была моя шутка, но ладно. Итак, задания первого типа закончены. Можно воспользоваться карточками и поменять, соответственно, членов команды. Итак, пожалуйста, собираю вашу карточку. Давайте вот прямо вот так вот. Одна команда, первая команда КГБ решила воспользоваться своим правом. Я напомню, обязательная замена, поэтому после следующего раунда это нужно будет сделать. Итак, задания первого типа закончены. Сейчас, собственно говоря, мы провели маленькие замены. И мы переходим к следующей группе заданий. В этом блоке заданий участников ждут головоломки, в которых потребуется расшифровать скрытый смысл. А нескольких предметов связаны между собой чем-то общим, но один... У вас еще одна замена. Итак, я повторюсь. Соответственно, у нас есть несколько предметов, они связаны между собой чем-то общим. Но один предмет лишний. Задача участников указать лишнюю иллюстрацию, дать правильное объяснение. Итак, давайте приступать. Поехали. Кто лишний? Итак, ответ команды сделан в России. Банк России, который не является органом власти. Банк России лишний, вы так хотите сказать? Да. Дерзко. Я сейчас не успел добраться за правильных ответов. Нет, ответ неверный. Мне кажется, что вот слева картинка лишняя, потому что слева это флаг, а не регулятор. А вот второй, третий и четвертый это картинки регулятора. Регуляторов. Да, да, правильно, правильно, правильно. Три элемента это гербы регуляторов в области информационной безопасности, в СТЭК, ФСБ и Банка России. А слева это герб Москвы. И Москва тоже в своей области регулятор, но, к сожалению, вот из этого ряда она убивается. Хорошо, балл для команды под номером три по объявлению. Давайте переходить к следующей загадке этого же типа. Ну, а в четыре картинки одна лишняя. Да, вы пронзили себя лучом наполовиночку. Ну, моя гипотеза, что справа это жилой дом, а первая, вторая и третья картинка это, собственно, здание силовых ведомств. Это неправильный ответ, это неправильный ответ, логика ваша ясна. Мне кажется, справа не жилой дом. Я все еще плохо вижу. Мой вариант, вторая картинка слева. Почему? Поскольку не является зданием силового ведомства. Там еще зима. Это не важно. Для этих людей с горячим сердцем и холодным разумом это не важно. Это тоже неправильный ответ. И ваша логика понятна. Надеюсь, судьи ее зафиксировали. Четыре секунды. Ну, кто-то ответит. Может дать правильный ответ. Тем более осталось из двух выбрать. Ну что, время вышло. Давайте я скажу. Три фотографии зданий, где находятся госорганы, которые отвечают за информационную безопасность на национальном уровне в США, Великобритании и России. Это здание Агентства национальной безопасности, Национального центра кибербезопасности в Британии и восьмого центра ФСБ. А здание на Лубянке выпадает из этого ряда, как их задача ФСБ в целом гораздо шире. Вот, да, вот так. Хитрое. Хитрое, я согласен. Продолжим. Но прежде к судье, если у вас... Потому что логика какая-то была. Дадим ли мы за это бал? Ну, вы знаете, нам кажется, сделано в России и дослужило бал. Если вам кажется, то это слово закон. Балл засчитан. Продолжим. Также вычитаем, определяем лишнего из этих четырех картинок. Вот вам четыре картинки. Итак, отвечает, соответственно, команда «Сделанная Россия». Третья картинка слева. У меня оставшиеся картинки ассоциируются со средствами защиты информации. А это уже здание, в котором находится определенный регулятор. Ну что, логику же вы показали, но ответ-то неверный. 15 секунд остается. Итак, ну, шесть, пять, четыре, три, две, одна. Время. Время вышло. Давайте перейдем к правильному ответу. Три иллюстрации связаны с разными значениями слова «песочница». Вот-вот, я вижу, что у вас был ответ. Это детская песочница, популярная система для исследования вредоносного ПО. Сэндбокс, да? Сэндбокс, хорошо. Тоже песочница называют. И регулятивная песочница, запущенная Банком России. Ну, а соль, там, конечно, песок, но соленый, другой. Так что, не знаю, жюри, судьи, дадим ли балл вот за попытку команде, сделанной в России или нет? Нет, не подходит. Такой ответ, конечно. Хорошо, принято. И давайте еще к одному заданию в эту же тему, да, так же с четырьмя картинками находим одно лишнее. Кто лишнее, она называется, пожалуйста. Правую картинку вообще не видно. Правую картинку не видно. Там, это же... Нет, как его зовут? Харрисон Форд, да? Харрисон Форд. С Лианом Нисоном я вас спутать хотел. Харрисон Форд. Там у Харрисона Форда что-то горит, мне кажется, в груди. Только пламенное сердце. Или как-то пела сюда песня. 20 секунд. 8 секунд. Ну, какая-нибудь попытка. Ну что, время вышло. Три иллюстрации обедняют то, что они все изображают огненную стену. Она же Firewall, она же Брэндмауэр. Так называют ее защитную стену, которая позволяет избежать распространения пожара. Вот, имидж сетевые экраны. И острый сюжетный фильм 2006 года о банковском безопаснике. А здание Смольного института в эту цепочку, увы, не вписывается. Здесь, я думаю, что баллы давать не за что. Я напоминаю про необходимость. Необходимость заменить один раз за игру члена команды. Вот, и сейчас мы можем это сделать. Еще будет одна замена как вариант, но можно это сделать, кто еще не осуществил. Меняем, нет? У нас замена. У вас замена. Итак, отлично. Соответственно, замена в нашей команде сделана в России. Я прошу. Итак, мы разыграли еще один блок заданий. Впереди у нас еще один этап. Вот, я, соответственно, сейчас расскажу о том, как этап будет происходить. Криптоглифы. Несколько пиктограмм появятся на экране, которые все вы не раз видели и использовали. Я в этом уверен. Они будут намекать на содержание или даже название одного из произведений массовой культуры, в которых ключевую роль играли высокие технологии кибербезопасности. То есть подсказка, что в этих произведениях массовой культуры большую роль играли, да, соответственно, высокие технологии кибербезопасности. Кино, фильмы, сериалы, какие-то полотна. Один правильный ответ. Здесь рассуждать, собственно, нечего. Надеюсь, вы его полностью назовете. Ну что, поехали. Итак, криптоглифы. Первая загадка. Пароль рыба-меч. Пароль рыба-меч. Абсолютно верно. Да, соответственно, по объявлению получает законный балл. Пароль рыба-меч. Окей, следующая картинка, пожалуйста. Понимаю, этот человечек с ноутбуком часто будет показана в нашей картинках. Мне кажется, подсказка вот кроется больше в средней картинке. Какой-то то ли маг, то ли волшебник, то ли колдун, то ли, я уже сказал, кто это. Собственно, все синонимы. Я думаю, что, может быть, не время еще крепких напитков. Они, наверное, будут после игры. Но один... Не-не-не, я не намекаю на выпить. Я говорю, что один из напитков близок к ответу. Итак, время вышло. Это фильм под названием «Старик Хатабыч». Ну, джин. Джин он был, да. «Старик Хатабыч». Это комедия 2006 года про старика Хатабыча, которая освобождает из заточения программист и хакер Гена Рыжов. Вот. Фильм, конечно, сейчас смотрится очень ностальгически. Хотя, хорошая такая комедия, да. Можно для всей семьи, с детьми ее посмотреть. Давайте дальше. Еще у нас есть задание и очередная загадка. Здесь уже три картинки. Не знаю, проще или сложнее, что их меньше. Итак, пожалуйста. «Приключение электроника». «Приключение электроника». Нет, это не «Приключение электроника». И вы лишаетесь права ответа на этот вопрос. Так. Это сериал. Давайте подскажу вам. Так, пожалуйста. «Я робот». «Я робот». Нет, не «Я робот». «Я робот» — это не сериал. Это фильм. Не, ну, может быть, сериал такой есть, да, просиденный. Я помню фильм. Это все равно неверный ответ. Ну, и... Что-то с роботами, да. Может быть, хакер? Хакер? Нет, нет, не хакер. Хакер. «Терминатор». Ну... «Терминатор». 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 Вот так. Ну что? Да, мне кажется, отлично прошел раунд. Замену всех закончились. Надо заменить. Я так смотрю, что карточка вот на грудном кармане. Команда по объявлению. Вам нужно сделать замену, если вы не делали. А вы ее не делали. Я не делал. Ну, у меня команда отказывается работать. Я делегировала интеллектуальные задания мне. Вот. Мы рискуем потерять балл, но выиграть парочку. Итак, ладно. Переходим к следующему по туру. Обфускация. Он называется. Обфускация. Какая народная мудрость скрыта за кодом? Сейчас, соответственно, 4 будут кода, 4 народных мудрости. Пословицы, поговорки. Вот по разуму мы их называем. Итак, поехали. Давайте первую обфускацию. Здесь я даже не знаю, как вам подсказывать. Это код на питом, я вам могу подсказать. Итак, пожалуйста. Семеро одного не ждут? Нет. Но с цифрой вы были близки. Так. До второй следя. Пожалуйста, отвечает. Семь раз отмер, один раз отрежь. Семь раз отмер. Нет. Но с цифрой вы снова близки. Я понимаю, что вы увидели где-то семерку, да? Какие народные мудрости, пословицы, поговорки мы знаем еще про семерку. И там еще единица есть, но здесь ее нету почему-то. Я бы вам хотел подсказать. Но мы на информатике рисовали какие-то вот ромбики в свое время. Я не понимаю, о чем тут. Этот урок я пропустил. Ну что, нету, да, вариантов? Шесть секунд, четыре секунды, три секунды, две секунды, одна секунда. Время вышло. Пришел Марток, надевайся им порток. Я напомню, составитель наших вопросов, бабушка Агафья. Нет, ну, слушайте, а вы думаете, мы будем брать совсем легкие, что ли, вопросы? Итак, давайте, вторая загадка. Это код фреймворка.нет. Так, пожалуйста. Делаю время, потехе час. Да, дейт тайм. Все шикарно. Фан тайм. Правильно, да. Соответственно, по объявлению получает балл. Далее, вновь код на питон. Семиняник, детей без глазов. Абсолютно верно. Да, баллы, штрафные баллы вы отработали. Я не понимаю, почему во всех пословицах присутствует семерка практически. И код один на питон, еще раз, четвертая загадка. Итак, пожалуйста, русская досек. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Да. А, ворд харда, да, вот это, то есть, вот это вас подвигло. Да. Все, я понял. Ну, правильно, отличная логика. Да, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Это был правильный ответ. Я поздравляю команды. Браво, браво, браво. Аплодисменты команды, аплодисменты их представителям. Вот, вы справились замечательно. Я, наверное, вас отпущу. Отпущу к вашим командам, да, в наши закулисья. Уважаемые телезрители, обращаюсь к вам. У вас есть возможность сейчас проголосовать за одну команду. Кто растопил ваши сердца? Кому вы готовы отдать свой единственный голос, сделав команду на шаг ближе к победе? Пожалуйста, голосуйте. Ваше мнение и важно, и прибавляет баллы команды. Ну и, разумеется, сейчас мы услышим мнение судей, которые также накинут дополнительный балл к тем баллам, которые уже у нас имеются. Алексей, по традиции, вам первого слова. На самом деле, раунд был очень интересный, поскольку задания были действительно разноплановые. И понравилось то, что в последнем варианте многие, даже не знающие кода, как бы легко угадывали, как минимум потому, что они знают английский. И, выхватывая правильные слова, угадывали общую загадку. Это тоже неплохо, это говорит о том, что безопасник может даже, не зная чего-то, по общей конве разобраться в тематике. Это позитивно. Спасибо, Рустем. Вам слово по итогам вот этого раунда. Ну, я восхищен игрой команды по объявлению. И нам бы при случае хотелось компенсировать им потерянный штрафной балл. Хорошо, мы это сделаем, не переживайте. И сейчас балл, вот, соответственно, от судей достанется к кому. Обращаемся мы к Валентину, к председателю жюри. Ну, вы знаете, просто прекрасное выступление представителя компании по объявлению. Он пошел на риск. Этот риск вполне оправданный. Балл ему. Еще один балл. Спасибо, спасибо за ваше мнение, за ваше решение. Мы сейчас останавливаем голосование. Голосование на нашем официальном сайте, на сайте, где вы видите трансляцию. Все, теперь уже нельзя отдать голос. Соответственно, еще один балл мы отдаем команде по объявлению. Они растопили сердца не только судей, но и нашей аудитории. Браво вам. Итак, я смотрю на турнированную таблицу. Здесь, соответственно, итоги за второй раунд. По объявлению 8 баллов, Рускада Сэк... 9 баллов, простите, да. Рускада Сэк 3 балла. Сделано в России 2 балла, КГБ 0. Вот. И общий итог. По объявлению 12, Рускада Сэк 8. Сделано в России 5. И КГБ 3 балла. Ну что, вот такие результаты после второго раунда. Спасибо командам за смелость, за решительность, за отвагу на нашем поле боя, на нашей арене. Сейчас я вновь передаю слово Екатерине. Она пообщается с командами, сверет впечатление по итогам второго раунда. Ну, а затем мы будем двигаться дальше в нашей игре. Вот это игра. Какой накал страстей. А пока команды переводят дух, давайте еще раз поспрашиваем, что у них происходит. Что творится с их уже, наверное, горячими головами. Денис, ну как тебе сейчас раунд? Интересный? Мы, конечно, смущены, потому что мы полностью проиграли. Я, честно, не понял, что надо смотреть из фильмов, или что пить, или что вдыхать нужно, чтобы настроиться на эту волну того автора, который это все придумал. Ну, круто. Там была бабушка Агафья. Кто-то у нас под кодовым названием бабушка Агафья. Привет, бабушка. Оль, смотри, вы сейчас делали замену. Почему вы произвели замену именно такую? Потому что они рвались в бой, рвались. Я просто их держала. Они думали, кто же, кто, кто. Я хотела идти. Но мужчина меня опередил. Говорит, возьму всю сложность на себя, и я решу твои проблемы. Пришлось мне... Как думаешь, вы бы больше набрали баллов, если бы ты пошла? Ну, конечно, я креативная, конечно, мы бы, наверное, набрали бы больше баллов. Но я верю в свою команду, поэтому все, что случилось, это правильно. Да, я согласна. Верить в команду – это очень-очень важно, поэтому... Мы идем туда, мы идем к победе, мы не сдаемся. Да, мы пока не первые, но ничего. Но и не последние, да, как говорится. Да. Какой, скажи, пожалуйста, вопрос тебе показался самым сложным сейчас? Самым сложным – это вот с картинками, потому что сложно было быстро сориентироваться и сказать. То, что сказал Женя Питолин, что его бабушка научила читать с трех лет, это помогло выиграть сегодня почти все баллы. Поэтому жалко, что мы не можем вернуться в тот возраст. Ну, да. Я думаю, сейчас мы вернемся к Евгению Питолину, обязательно ему зададим вопрос, потому что, ну, вот как так ты поставил на кон все, или ваша команда рискнула и поставила тебя на кон, и ты остался до последнего? Спасибо, что ты чувствуешь, испытываешь. Как так получилось? Ну, я так скажу, хорошо, что они не поставили меня на зеро. Во-первых, это уже очень важно. Во-вторых, да, действительно, хочу сказать большое спасибо. К сожалению, уже нет их в живых и маме, и бабушке, которые меня приучали с самой юности, вот прямо с двух, с трех лет к чтению, к русской литературе. И вот, мне кажется, сегодня это умение очень помогло. Поэтому и бешни, конечно, дорогие друзья, должен быть не только профессионалом, технологическим, но и должен иметь широкий кругозор и быть образованным. Это вот очень помогает. Спасибо большое. Вам удачи, всем удачи. А теперь я передаю слово опять Дмитрию. Продолжаем. Спасибо, спасибо большое, Екатерина. Вот мы увидели, услышали переживания команд по итогам второго раунда перед финальным туром нашей игры. Знаете, результаты уже какие-то есть, но непредварительно все может измениться. Мы прямо сейчас переходим к третьему финальному туру под названием «Найди выход». Ну что, друзья, третий раунд, третий тур нашей игры, как вам угодно. Правила здесь довольно просты. Команда выбирает карточку, начинает в порядке жеребьевки. У меня четыре карточки. Первая, вторая, третья, четвертая. Вторая. Вы еще не узнаете, что там, но хорошо, выбрали вторую. Я объясняю. В общем, команда выбирает карточку. На этой карточке есть краткое описание инцидента, основанное на весьма реальных событиях. У команды есть 60-секундное обсуждение. По истечении времени участники должны представить два четких и кратких ответа. Как этого инцидента можно было избежать? И второе, что нужно было сделать, чтобы минимизировать его последствия. Решение о том, насколько убедительный и аргументированный, и обоснованный будет ответ, соответственно, принимает жюри и дает баллы. В этом раунде за ответ можно набрать 5 баллов максимум. По пятибалльной шкале судьи вас оценивают. Итак, прямо сейчас передо мной наша первая команда, команда КГБ. И вы выбрали второй номер, вторую карточку. Я ее зачитываю. Закладка в Зурумбийском Зурспичпроме. Все совпадения вымышлены. 16 марта в госкорпорации Зурспичпром государство Зурумбия внезапно была удалена четверть всех файлов, связанных с основным производством. Продажи, контрагенты, партнеры, ноу-хау, планы развития и тому подобное. А содержимое оставшееся было заменено на символ сердечка. Расследование показало, что штатные разработчики Зурспичпрома активно использовали публичный open-source код GitHub и других репозиторий. И декструктивные действия произвела обновленная версия библиотеки, которая использовалась в программном обеспечении, отвечающем за нанесение красного фосфора на спичечные головки. Добавленный в очередное обновление код совершал запросы на удаленный сервер и при совпадении IP-адреса с Зурумбийским удалял часть файлов, до которых программа могла дотянуться, а в остальных просто переписывал содержимое без возможности восстановления. Как можно было предотвратить инцидент? Как следовало минимизировать последствия инцидента? Минута у вас есть на раздумье. Должны были быть вообще правила, чтобы ваш код обращался к правильным серверам. Первое правило должно быть. Второе – безопасная разработка. То есть надо код, который приходит проверять. И, соответственно, нет, во-первых, он не должен быть. Первое… Что ты копировал? Нет, смотри, это прям… Да, соответственно, и после того, как это было, уже все совершилось. То есть правила. Да, и напомню нашей аудитории и командам, что здесь нет какого-то правильного, единственного верного ответа. Здесь можно порассуждать, проявить все свои навыки профессиональные, все компетенции, да, и сказать именно так, как бы действовали ли вы, как бы вы решали данную ситуацию, вот в двух именно конкретных вопросах, которые я озвучил. Да, все, готово. Итак, время вышло. Давайте коротко. Промышленное ПО использовало открытую библиотеку, в обновлении которой оказался вредоносный код, повредивший данные компании. Как можно было предотвратить инцидент? Как следовало минимизировать последствия инцидента? Пожалуйста. Мы считаем, что первое, что нужно было сделать, это код, который работает в вашей компании, он должен подключаться только к тем серверам, которые ему нужны для работы. И то, что он подключился к серверам злоумышленников, это просто неправильные настроенные правила на перебетровой защите. Соответственно, надо было их настроить так, чтобы код, ну, любой код, любая программа работала только с теми серверами, которые нужны для работы. Соответственно, второе. Для того, чтобы код при обновлении проверялся и в нем обнаруживалось, что же в нем находится, есть ли какие-то проблемы или нет, то обычно делается локальный репозиторий. Это нужно было сделать. Соответственно, код, который был скачан, нужно было проверить, сравнить. И, соответственно, существует еще различный набор программ, которые участвуют, например, SAST или DUST, которые могли проверить этот код и автоматически распознать именно вредоносное содержимое, которое все это делало. Плюс, третье. Если это код, который работает именно на важном производстве Кии, то на самом деле любое его обновление должно проверяться соответствующими организациями, которые отвечают за это, а не просто так обновлять, откуда нужно. Третье. Поскольку зашифровалось все, это говорит о том, что не было сегментации внутри сети. То есть нужно было сегментировать сеть заранее и сделать так, чтобы, да, если этот код запустился и зашифровал, и нанес символы сердечка в какие-то файлы, соответственно, это значит, что этот код распространился спокойно и не было внутренней сегментации. Соответственно, вот соединения между этими сегментами должны были быть защищены специализированной защитой SUTP, которая понимает приложение и понимает, что идет атака и, соответственно, удаление правил. Плюс, на самом деле, чаще всего это именно идет через рабочие станции на основе Windows или Linux, на котором тоже должен работать защитный код, который при сработке поведенческой уже, это система класса EDR, XDR, он автоматически определяет, что идет изменение всех файлов, автоматически срабатывает и выключает этот рожденосный код. Соответственно, вторая задача, если это все-таки случилось, ну, 100% защититься невозможно, это, например, могла быть флешка, принесенная в компанию каким-то сотрудником, который ее не проверил. Соответственно, окей, это случилось, мы восстанавливаемся обычно здесь из бэкапа, соответственно, нужно, понятно, что было делать эти бэкапы заранее, а в данном случае нам из него нужно только восстановиться, восстановить тот код из локального репозитория, который у нас был, да, и, соответственно, у нас должна быть команда, которая занимается расследованием инцидентов, и она должна расследовать, что это было за внесение, в каким образом это все произошло, как действовали злоумышленники, как происходил lateral movement из сегмента в сегмент, и также подключается здесь обычно команда Red Team, которая тестирует вот такие вещи и, соответственно, знает уже, какими способами обычно ломаются, и соответствующие блокировки, ну, должны были быть установлены. Вот такой набор... Ну, что ты имеешь в виду, я не буду здесь. Ну, это, наверное... Спасибо, спасибо за ответ. Ответ закончен. Я уж не знаю, насколько он полный, но, мне кажется, ответили вы шикарно. Мы вас провожаем на ваше место, да, вот, в нашей закулиське, за пределы арены. Пять баллов максимум, напомню, судьям за ответ может получить команда, а сколько именно получит команда, мы узнаем совсем скоро. Приглашаем вторую команду, Рускада Сег, пожалуйста, займите место на нашей арене, выходите скорее, мы ждем вас, просим вас, Рускада Сег. Выбирайте, третий номер, первый либо четвертый. Первый. Первый. Первый, отлично. Как и вы. Первый, как и вы. Хорошая революция. Да, отличная шутка. Ситуация. Взлом веб-сайта Зурумбия. 8 марта сайт Министерства кибербезопасности государства Зурумбия был взломан. А на его главной странице появились изображения вымирающих редких животных с припиской «Нельзя убивать невинных». Проведенное расследование показало, что взломан был не сам сайт Министерства, а сторонний ресурс «Отмониторим.всё», счетчик с которого был установлен на сайте Министерства для сбора пользовательской статистики, посещаемости, переходов по страницам веб-сайта и другой полезной для анализа поведения интернета аудитории информации. Сервис «Отмониторим.всё» в свое время выиграл тендер на мониторинг государственных сайтов, после чего его код был внедрен на большинство государственных ресурсов. Что нужно было делать, чтобы избежать инцидента? Что нужно было делать, когда инцидент случился? И как надо снизить негативные последствия от его реализации? Минута. Смотри, использование внешнего скрипта. Не использовать внешний скрипт. Просто опять это с почки поставок. Нужно проверять каждое обновление этого скрипта. Да, где-то высочное сообщение. Раскатывать, проверять, что он может быть легитимным, всякие различные. Ты видишь, как этот скрипт подтягивается, ты не видишь, что пишешь адрес, где скрипт лежит. Сейчас верификация этого скрипта. Контроль изменения, да? Контроль целостности скрипта. Так, время вышло. Я дам краткий пересказ ситуации. Сторонний код, отвечающий за сбор пользовательской статистики, оказался взломан, что привело к вандализму на государственном сайте. Что нужно было делать, чтобы избежать инцидента? Что нужно было делать, когда инцидент случился? И как надо снизить негативные последствия от его реализации? Ну, давайте поразмышляем. Ситуация следующая, что в данном случае Министерство кибербезопасности Зурумбия, как и ряд других министерств, я так полагаю, надеялись, понадеялись на поставщика. То есть они посчитали его надежным, они давно с ним работали. И своих ресурсов на осуществление такого мониторинга нет. И они, естественно, пользуются аутсорсингом. И так получилось, что это цепочка поставок, в которой оказалась уязвимость. Чтобы предотвратить такое, атаки на цепочку поставок нужно как можно больше осуществлять контроля на входящие потоки. Необходимо делать контроль целостности внешних скриптов, контроль изменения этих скриптов. Тогда они могли бы своевременно обнаружить подмену этого скрипта даже на стороне их поставщика, поставщика этой услуги. Что еще можно сказать? С точки зрения реакции, ну что еще нужно для предотвращения? Необходимо иметь бэкап актуальный для того, чтобы как можно быстрее отреагировать и провести обратную замену версии сайта. Хотя в данном случае это мало помогает, потому что скрипт находится на внешнем ресурсе и он подтягивается. Самый радикальный способ это не использовать внешних скриптов. Постараться максимально хостить скрипты на своей стороне и просить подрядчика присылать актуальные версии скриптов для размещения на своей стороне. Что еще можно сказать? Очевидно. Поскольку министерство кибербезопасности имело смысл проверить, насколько вот этот скрипт, который используется другими министерствами, стоит ли его вообще другим использовать. То есть как будто бы здесь есть наша тоже вина, которая была до этого. Так, хорошо, инцидент случился. Как снизить негативные последствия? Соответственно, оповестить аудиторию своего министерства на официальном веб-ресурсе на сайте, произвести рассылку участникам регулируемых отраслей о том, что такое произошло и не нужно воспринимать всерьез, что там написано. Это результат взлома. И предупредить отрасль о том и, соответственно, другие министерства, всех клиентов данного подрядчика, что такое может произойти с ними и необходимо принять меры. Хорошо. Спасибо. Наверное, еще добавим, что все-таки министерство – это федеральные органы исполнительной власти. Соответственно, естественно, провести коммуникации дополнительно еще с другими органами, которые отвечают за безопасность информационных ресурсов страны, наладить коммуникацию, получить дополнительную информацию о том, что еще можно сделать, что было не учтено данным конкретным министерством, учесть у себя в планах реагирования в последующем, учесть у себя в текущих работах по устранению текущего конкретного инцидента или последствия компьютерной атаки, проверить дополнительную инфраструктуру. Мало ли, через данный скрипт могло что-то попасть внутрь, соответственно, провести полный аудит того, что происходит внутри сети, попытаться найти какие-то потенциальные векторы атаки, которые могут привести к последующим инцидентам, то есть закрыть потенциальные дырки, ну, то есть сделать такой тотальный хороший аудит, впоследствии, может быть, даже и пентест. Ну, то есть повысить, собственно говоря, и состояние защищенности, и контроль за своей инфраструктурой, как сейчас ежемоментно, так и в последующем. Спасибо. И последний момент. Ну, нужно дозвониться или даже, может быть, отправить стажера, чтобы он пешком дошел до организации, которая предоставляет скрипт и попросил ее отключить, потому что это сразу снимет проблемы и для нас, и для многих других организаций. Ну, наверное, потенциально это министерство входит в какой-нибудь совет безопасности, соответственно, повести совет безопасности страны о том, что есть атаки на федеральные органы исполнительной власти. Да, в случае с Урумби отправить почтового голода. Спасибо. Спасибо большое. Мы благодарим команду за ответ. Мы просим вас покинуть, покинуть нашу кибер-арену. Мы приглашаем в следующую команду по объявлению. Так, прошу вас, команда по объявлению в полном составе, бодрым шагом, с таким, знаете, с позиции лидера, в хорошем настроении вышагивает к нашей трибуне. Итак, остается три и четыре. Мы, конечно же, берем вопрос три, потому что он такой же, как номер нашей команды по жеребьевке. Логично. Зурумби осталась без защиты. Бедная Зурумби. 18 марта во время массированной ДДОС-атаки на зурумбийские СМИ внезапно отключились все средства защиты информации. Антивирусы, межсетевые экраны следующего поколения, система обнаружения вторжений и прочие средства. В результате не только СМИ, но и все зурумбийские компании и предприятия оказались беззащитными перед лицом растущей киберугрозы. В ходе расследования выяснилось, что иностранные разработчики средств защиты вынуждены были следовать введенным против Зурумбии санкциям за самовольное решение о распространении суверенитета над пролетающей мимо Земли кометой Гаркалея, на которой были обнаружены огромные залежи алмазов. В результате введенных санкций стали невозможны не только закупка новых средств обеспечения кибербезопасности, но и обновление существующих, а также оказание по ним технической поддержки и устранение уязвимостей. Зурумбийское агентство по техническому контролю ЗАТЫК, отвечающее за сертификацию этих решений, аннулировало все выданные на них сертификаты соответствия, сделав невозможным их использование в стране. Как можно было предотвратить инцидент, как следовало минимизировать последствия инцидента минута? Продолжение следует... Остается 15 секунд. Время! Время, господа! Из-за санкций зарубежные разработчики средств киберзащиты прекратили продажу и обслуживание своих продуктов, поставив под угрозу компании по всей стране. Как можно было предотвратить инцидент и как следовало минимизировать его последствия? Да, здрасте, здрасте. Ну, тоже поразмышляем, на самом деле, потому что других вариантов за 30 секунд обработать что-то, это довольно тяжело. Первое, что получается, есть DDoS-атака, да, то есть массированная. Какие варианты, соответственно, было бы правильно, по сути, поставить на основные узлы, критичные для функционирования сети, средства отчистки от DDoS. Дальше, наверное, можно было бы поработать с отказоустойчивостью и резервированием, то есть при которой, собственно, у нас есть там не один канал, да, хотя бы два, которые могут переключиться. Пускай они будут не такие там серьезные, какие-то широкие, но мы сможем, собственно, с этим поработать. Кроме этого, наверное, правильно будет сказать, что, кроме резервирования и прочего, то есть некая шланированность при формировании архитектуры сети тоже бы позволила, по крайней мере, сделать так, чтобы не все отключилось. И в итоге, кроме этого, то есть у нас появляется следующий этап самого как такового инцидента, да, уже, наверное, про минимизацию по большей части. Есть иностранные разработчики, которые отключают средства защиты. Соответственно, наверное, правильно держать какую-то часть средств защиты либо в режиме open source, то есть либо разработчики могут быть российские, да, те разработчики, которые не импортозамещаемые, для них должен быть введен контроль управления лицензией со стороны удаленных каких-то наших коллег, да. И, соответственно, ну, как я понимаю, очень правильно будет передать слово казахстанскому коллеге. Ну, собственно, помимо того, о чем сказал Лев, еще, конечно же, уже после случившегося прекрасно заработает программа параллельного импорта из соседнего Бурумбустана, вот, когда Бурумбустан клеит наклеечки, сделанные в Бурумбустане, и, так как они в едином Бурумбустанском союзе, соответственно, поставляют все это оборудование сюда, вот, это, значит, одна вещь. Она тут же становится импортозамещенным, соответственно, да, то есть… Абсолютно новая программа из Румбии готова, вот. И плюс к тому, вот, то самое агентство Затык, оно, это уже в мерах предотвращения, конечно, должно было бы делать глобальные киберучения, фактически для всех сотрудников ИБ в государстве, которые готовили бы к этому сценарию, там, а-ля, Девкон-1, Девкон-2 и так далее. Ну, на самом деле у нас большие вопросы к Затыку, потому что, ну, если вот все-таки у нас произошел такой Затык, они сертифицировали, а мы потратили много денег на вот эти прекрасные средства, то неплохо бы понять, почему все-таки они отозвали, собственно, данный сертификат по причине того, что они что-то не обнаружили и, наверное, компенсировали бы нам эти расходы, или они отозвали просто так, по причине своего эго, и тоже бы неплохо комментировать им наши расходы. Вот. Может быть, даже вот через соседнюю Зурумбистан, для того, чтобы все выглядело чуть-чуть красивее. Ну и, конечно, естественно, в первые же несколько недель должен появиться новый министр кибербезопасности или глава Затыка, кому как больше нравится. Понимаю, у вас даже есть кандидатура. Три. Хорошо, спасибо большое за ответ. Да, аплодисменты нашего зала. Мы провожаем вас за пределы нашей киберарены. У нас остается одна команда, сделана в России. Одна карточка под номером 4. Здесь уже, к сожалению, никакого выбора нет, но, возможно, эта ситуация прям идеально сложится для вашей команды. Пожалуйста, выходите бодро, весело, энергично. Я начинаю зачитывать вашу ситуацию под названием «Сюрприз от Зурумбийской веб-студии». 24 марта туристическое агентство «Зуртревел» получило запрос от журналистов государственного издания «Зурумбийская правда», в котором агентство просили прокомментировать факт размещения в Даркнете списка клиентов «Зуртревел», а также номеров их платежных карт и иной информации о приобретенных турпутевках. В рамках расследования выяснилось, что на интернет-сайте «Зуртревел» в веб-форме «Заказы и оплаты путевки» был добавлен фрагмент кода, отправляющий все заявки не только в информационную систему 7G оформления турпутевок, но и на e-mail, как казалось, он принадлежал студии, разрабатывавшей сайт для турагентства. Вызванный на ковер генеральный директор веб-студии заявил, что это произошло случайно, и после тестирования сайта отладочную информацию просто забыли удалить из финального кода, сделанного в промышленную эксплуатацию. Все бы ничего, но спустя сутки выяснилось, что веб-студия, выигравшая тендер на создание сайта, делала его не сама, а для экономии сдержек брала наподряд фрилансеров, часть которых располагалась в соседней Зурумбии Бугаганде, которая жестко конфликтовала с ней за небольшой остров в бурном океане. Что нужно было делать, чтобы избежать инцидента, что нужно было делать, когда инцидент случился, и как надо снизить негативные последствия от его реализации. Минута. Наташа, а минимизирует... А Гиперфейнен проводил, если на такой момент? Так, время вышло, друзья. Сделано в России. И давайте ситуацию я кратко озвучу. Данные о клиентах туристического агентства утекали на почту сторонней веб-студии, которая привлекала исполнителей из другого государства. Что нужно было делать, чтобы избежать инцидента? Что нужно было делать, когда инцидент случился? И как снизить негативные последствия его реализации? Чтобы в целом избежать такой и подобных ситуаций, хорошо бы, чтобы таких вот внешних контрагентов, подрядчиков, в которых зависит безопасность нас и наших клиентов, она была минимизирована по количеству. То есть таких наших подрядчиков и тем более их субподрядчиков было наименьшее количество. Первый момент. Второй момент. С теми подрядчиками, которые все-таки вошли в наш короткий список, необходимо обязать их выполнять проверку безопасности на этапе разработки и тестирования собственного кода. Это второй момент. Третий момент. Перед тем, как они нам передали и до внедрения этого кода уже в продакшн, на своей стороне, там на уровне песочниц, каких-то тестовых сегментов, все эти обновления тестировать и находить какие-то вот изъяны, о которых сейчас мы как раз сегодня и говорим. Это вот основные пункты, на которые стоит обратить внимание для того, чтобы в целом исключить подобные ситуации. Ну и сейчас коллеги меня дополняют. Дополнительно добавлю, что проводить регулярные пентесты для выявления уязвимостей рабочего сайта в разных режимах и переведу больше, что делать в ситуации, которая уже случилась. То есть, во-первых, это публикация официальных извинений клиентам за понесенный ущерб, по подготовке работы правового управления экономических по рассмотрению и реагированию на иски, поступающие от клиентов, если им нанесен какой-то экономический ущерб, либо они посчитали, что там права их нарушены были. Соответственно, работа с банками, раз уж ли банковские реквизиты, оповещение банков, чьими клиентами является о том, что произошла компрометация, данная информация, выработка рекомендаций клиентам, как минимизировать оперативно возможность снятия денежных средств с этих карт. Соответственно, работа с правоохранительными органами, которые позволят уже в правовом поле найти преступников. Слушайте, ну я еще хотела добавить. Мы уже говорили о том, что есть такой способ защиты, как киберстрахование. Почему нет? Можно застраховать такой риск, такого инцидента. Ну и как средство, которое можно использовать после инцидента, это проведение подобных киберучений на основе этого инцидента, либо подобных. Киберучения, действительно, они работают. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ответ. Все, да, у вас? Хорошо. Спасибо. Мы благодарим нашу команду, сделанную в России. Аплодисменты и провожаем вас за пределы, соответственно, нашего, нашей студии, нашего прекрасного поля боя, нашей арены. Ну что, уважаемые зрители, вот и завершился наш финальный раунд. Больше ничего не изменить. Кто из участников будет достоин победы, мы узнаем совсем скоро. Но мне хотелось бы сейчас все-таки пригласить сюда на сцену еще раз капитанов вместе со своими командами для неких финальных выступлений, неких финальных слов, которые выслушаете и вы, наши зрители, и наши судьи. Итак, я прошу на центр капитана команды КГБ, всю его команду и некие слова, обращенные к жюри, к нашим зрителям. Почему именно ваша команда достойна стать чемпионом нашей кибер-арены? Почему надо отдать голоса вам? Чем вы лучше других? Друзья, я честно признаюсь, что с ассоциациями не получилось. И я думаю, что мы немножко не настроились, конечно, на волну, та, которая была у того, кто создавал эти картинки. Наверное, настроимся. И сегодня мы проявили, я думаю, что много своих качеств, когда рассказали вам, что нужно делать до того, как случилось какое-то происшествие в вашей компании. Я надеюсь, что вы это сможете использовать. Ну и, конечно, мы рассказали вам, что делать, когда это уже случилось. Я думаю, что это вам понравилось. Голосуйте за нас. Спасибо. Спасибо. Мы просим вас пройти на свое место. Мы приглашаем команду Русска Десек. Пожалуйста, капитана, ваше финальное слово. Что скажете судьям? Ну, скажем, во-первых, это была замечательная игра, крутая игра. Были крутые нестандартные вопросы. Было интересно поразминать мозги и свой интеллект на решение их. Что мы можем сказать? Мы применили все, что мы знали. Нашу смекалку, нашу интуицию, нашу импровизацию, наши знания. И рассчитываем на справедливое решение судеб. Кто лучше, тот и победит. Спасибо. Логично. Логично. Спасибо большое. Я прошу вас присоединиться к команде КГБ и приглашаю команду по объявлению. Спасибо большое, друзья. Все, кто нас сейчас смотрит, наши уважаемые жюри, наши прекрасные организаторы. Авангард, Газинформсервис. Я хочу сказать, что сегодня у нас была история про знаменатель. Знаменатель нашей сегодняшней игры, мне кажется, это хорошее настроение и вот такой драйв, такое положительное состояние души, когда тебе хорошо. Потому что мы все знаем, когда от нашей работы плохо бывает. И хочется, чтобы на нашей работе нам было хорошо. Вот сегодня, друзья, я уверен, нам всем хорошо. Огромное спасибо и тем, кто здесь, и тем, кто нас смотрит онлайн. И, собственно, хочется, чтобы так было чаще. Спасибо. Спасибо большое. И завершающий спич от команды «Сделано в России». Пожалуйста, Ольга, капитан и вся команда на ванцену. Да, друзья, сегодня мы новички среди всех экспертов, которые здесь присутствуют, ИБ. Но мы сделаны в России, поэтому мы преодолели все трудности, мы старались, креативили, придумывали. И мы сделаны в России, значит, мы про импортозамещение. А сейчас это то, что всем надо. И даже нашей России это надо. Голосуйте за нас. Спасибо большое. Спасибо большое. Я предлагаю вам занять ваше почетное место. Мы благодарим капитанов команд за эти выступления. Надеюсь, они растопили сердца и жюри, и наши аудитории. И, возможно, это позволит им получить дополнительные заветные баллы, которые и решат судьбу наших сегодняшних первых мест. Итак, мы сейчас узнаем, кто унесет лавры победителя киберарена, а кто вернется, увы, ни с чем. Сейчас нам бы хотелось обратиться вновь к жюри, которые дали бы характеристику нашим командам, как-то высказали свое мнение, а затем мы уже узнаем баллы. Баллы за третий раунд, ну и как результат общий итог. Да, Алексей, пожалуйста. Ну, третий раунд был прекрасен, второй тоже был хорош. И мне показалось, что КГБ реабилитировалось за второй раунд. В третьем раунде все было четко, по делу, конкретно. И хоть бери и вноси это в регламент реагирования такого рода инциденты, поэтому КГБ просто отлично. По объявлению просто живо, красиво, с юмором подошли к решению многих задач. Поэтому тоже прекрасно не терять чувство юмора даже в непростых ситуациях. Дальше Рускада Сек. Прекрасные были ответы на третий кейс. Может быть, не хватило некой структурированности, как это было у команды КГБ, но тоже все было по делу. И финально команда сделана в России. И также и с юмором было хорошо, и с ответами на финальный вопрос с кейсом. Тоже четко по делу можно вносить в некий регламент, в политику, как бороться с такого рода инцидентами. Поэтому все команды, на мой взгляд, справились. Кто-то, может быть, чуть-чуть лучше, может быть, кто-то чуть-чуть хуже. Но в условиях цейтнота по времени решать такого рода кейсы действительно бывает непросто. Но команды показали, что они способны как бы и с юмором, как бы все хорошо, и с инцидентами они также могут бороться без проблем. Спасибо. Продолжим выслушивать мнение наших судей. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжалось и дальше. И не могу не заметить прекрасных дам, которые всегда украшают кибербезопасность. Спасибо вам огромное, что вы разбавили нашу мужскую компанию. Да, спасибо. Ну и еще одно мнение из судейского стана. Да, друзья мои, ну это было прекрасное зрелище. Великолепное совершенно, включающее в себя и очень сложную композицию, сценарий такой, в котором одни команды выходили вперед, потом выходили назад. Очень неровные выступления команд, скорее всего, связаны, конечно, с технологической нагрузкой. Но в целом, по-моему, это очень-очень сильное, очень сильное мероприятие. Очень профессиональный подход. И вот сочетание такого профессионального сильного подхода с готовностью шутить в сложных ситуациях, умениях шутить. Очень здорово. Спасибо всем большое. Спасибо. Ну а теперь хочется услышать от вас цифру. Напомню, максимум 5 баллов могла заработать каждая команда в третьем раунде. Сколько мы даем первой команде, команде КГБ? Команда КГБ блеснула, действительно. Мы даем ей 5 баллов. 5 баллов КГБ. Отлично. Русскада СЭК. Вот знаете, с Русскада СЭК немножко произошло между тремя и четырьмя. В конце концов, 3 балла. 3 балла. Принято. Спасибо. Команда по объявлению. Ну, по объявлению немножко расслабилась, в конце концов. Поэтому, наверное, 2 балла достаточно будет для того, чтобы оценить их работу в этом конкурсе. По объявлению 2 балла. И завершало, сделано в России. Достойно завершили. 4 балла. 4 балла. Спасибо большое. Итак, результаты. Результаты вы уже видите на своих экранах. Здесь уже ничего не изменить, как говорится. И отрыв в 3 балла. Вот так примерно. Примерно точно в 3 балла. Вот первое место от второго. Итак, сейчас мы будем приходить к приятному, к церемонии награждения. Я прошу выйти вперед. Две команды, которые заняли третье и четвертое место. Это команда, сделанная в России, команда КГБ. Давайте, друзья, поаплодируем этим двум командам. Вы храбро боролись за победу на Киберарейне на протяжении всех трех раундов. Вели себя как настоящие бойцы, настоящие профессионалы. Вот эти замечательные статуэтки, да, вот эти, я не знаю, как вымпел. Как это правильно сказать? Что это, друзья? Парус. Парус. Главное, его не порвать. Пусть награда будет символом вашего стремления к победе. Спасибо большое. Аплодисменты, друзья, этим двум командам. Да, мы просим вас освободить цену для честования команды, которая сегодня оказалась на второй строчке. Рус-кадосек. Вам браво. Вам аплодисменты. Все наши аудитории, и, разумеется, тоже вот такие знаки память о сегодняшней игре, о сегодняшнем событии. Вы были на высоте, на прекрасном интеллектуальном уровне. Пусть немного не хватило до первой строчки, но второе место это тоже невероятно почетно. Спасибо большое. Вам браво. Ну и первое место. Кто же они? Кто эти боги сегодняшней арены? Команда по объявлению. Обычка она набирает по объявлению результатов немного, а вот здесь они превзошли сами себя. Аплодисменты. Это наши победители. Это лучшие из лучших. Вот момент триумфа команды. Первый победитель нашей кибер-арены. Вы действительно войдете в историю. По-другому быть, собственно, и не может. Итак, я прошу вас вернуться с трофеями на места и скажу вот что. Команда, которая заняла второе место и первое место. Мы с вами еще встретимся. Мы с вами встретимся в финале. Так что вы можете не расслабляться. То есть вы не расслабляетесь. Ждите своих соперников по финалу. Еще две замечательные команды из Санкт-Петербурга, насколько я понимаю. И вы сможете отстаивать честь столицы в этой нелегкой битве уже на следующей кибер-арене. Наша схватка подходит к своему завершению. Знаете, есть такое расхожее выражение про первый блин комом. Мне кажется, у нас все получилось. И, может быть, самому нахваливать историю, в которой участвовал, не совсем скромно. Но, тем не менее, было круто. Поэтому аплодисменты. Это все сделали вы. Это все, друзья, и за вас. Мы благодарим наших судей, нашу судейскую бригаду в числе зрителей, которые, соответственно, там оказались. Я хочу еще обратиться к Екатерине. Она все время стояла за моей спиной. Я ее как бы не видел, но видел и чувствовал. Кать, скажи пару слов, впечатлений. Как тебе было общение с командами? На самом деле, мне очень понравилось общаться с командами. Ну, во-первых, для них тоже первый опыт. Ребята сначала немножечко так сомневались в чем-то, да. Но потом они набрали силу, и мне показалось, что выступали очень хорошо. Да. Поэтому всегда есть к чему стремиться и дальше. Я думаю, что это только первый раз, он такой самый сложный. Дальше будет интереснее. И на самом деле, и на арене сегодня, да, и за ограждением были настоящие страсти сегодня. И не будем сомневаться, что противостояние, красивое озарение и, ну, такие не очень приятные промахи еще долго будут помниться нашим участникам. Спасибо всем, кто наблюдал за происходящим и участвовал. Поэтому, Дим, остается выразить наши благодарности. Спасибо огромное нашим судьям и нашим зрителям, организатору Киберарены, медиагруппе «Авангард» и компании «Газинформсервис». Огромное вам спасибо. И всем, конечно, еще раз нашим телезрителям. Спасибо, что были с нами в этот вечер. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то мы обязательно повторим, говорим вам не прощая. До новых встреч. Меня зовут Дмитрий Казачинский. Надеюсь, увидимся. На сегодня все. Пока! Воу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok